Вы сейчас слышите звуки, которых на самом деле не существует. Ах да, похоже, вы еще видите совсем не то, что нужно. Но это легко исправить. С изображением вроде бы разобрались, а вот со звуками не все так просто. Приветствую вас, друзья. Это я, все тот же возмутитель диффузного поля Александр Щербин. Мы слышим звуки, которых нет. Аудиофилы меня часто обвиняют в том, что я якобы глухой. Не слышу звучания проводов, аудиокарт, транзисторов, ламп и прочих компонентов аудиотракта. Друзья, со слухом у меня все в полном порядке. Но я знаю, что могу, так же, как и вы собственно, слышать то, чего не существует на самом деле. В частности, из-за этого я не делаю обобщающих выводов лишь на основании своих ощущений. Ну и уж тем более ваших. Ох уж эти ощущения. Слишком часто они нас обманывают. И сегодня вы в этом убедитесь. Не только теоретически. Так откуда же появляются звуки, которых нет? Важнейшим параметром звуковоспроизводящего тракта является коэффициент гармоник или, похожий на него параметр, коэффициент нелинейных искажений. Чем эти коэффициенты меньше, тем наше устройство считается качественнее. Это справедливо. Очень коротко я напомню, что такое нелинейные искажения и как они образуются. Для примера возьмем усилитель звуковых частот. У него есть вход, на который мы подадим сигнал от источника, например, звуковой карты, и выход, к которому мы подключим акустическую систему. На этом графике показана идеальная передаточная функция усилителя. Передаточная функция – это зависимость выходного напряжения, от входного. Раз усилитель идеальный, то эта функция идеальная прямая. Вот что получается, когда мы подадим на вход усилителя синусоидальный сигнал. На выходе сигнал точно такой же формы, но больший по амплитуде. Спектр такого идеального синусоидального сигнала представляет собой одну единственную линию. Понятно, что в мире ничего идеального не бывает, и реальная передаточная функция усилителя выглядит примерно вот так. Могут быть разные варианты, которые в основном зависят от схемотехники усилителя. Теперь форма сигнала на выходе нашего усилителя отличается от формы входного. И чем больше входное напряжение, тем больше искажается форма. В результате на выходе усилителя спектр такого сигнала будет примерно таким. Частоты наших новых сигналов кратны частоте полезного сигнала. Эти частоты называются гармониками. Первая гармоника – это наш основной полезный сигнал. Вторая, третья, четвертая и остальные гармоники – это ненужные паразитные сигналы, которые портят наш правильный и красивый звук. В принципе, гармоники иногда могут украшать звук, но сегодня мы говорим не об этом. Пока величина этих паразитных гармоник небольшая, на фоне основного сигнала мы их не замечаем. Но, если их величина будет побольше, то… Слышите? Это уже далеко не идеал. Вот оно! Истинное звучание! Раз уж мы дошли до спектра, то попутно я расскажу, чем отличается коэффициент гармоник от коэффициента нелинейных искажений. Коэффициент нелинейных искажений – это отношение среднеквадратической суммы всех гармоник на выходе нашего усилителя, кроме первой, к среднеквадратической сумме всех гармоник. А коэффициент гармоник отличается от коэффициента нелинейных искажений только тем, что измеряется относительно отфильтрованной первой гармоники. Для небольших значений порядка единиц процентов оба коэффициента приблизительно одинаковые. Они связаны вот таким выражением. Измерить коэффициент гармоник или нелинейных искажений можно с помощью среднеквадратического вольтметра, подав на него измеряемый сигнал через режекторный фильтр, который подавит первую гармонику. А дальше значения подставляем в нужную формулу и готово. Гармоники – это те звуки, которых в звуковоспроизводящем тракте быть не должно. Позвольте, позвольте. Гармоники. Вот же они. Они есть. Их даже можно измерить. Да, вот они железки. Но практически все аудиофилы, меломаны, автозвуковики и даже любители живых концертов самой трижды классической музыки забывают о последнем устройстве преобразования звука – уши. Да, друзья, уши – это тоже нелинейное и еще какое нелинейное устройство. Гармоники, которые образуются в ушах, и есть те звуки, которых нет снаружи нашего тела. Да, любопытно. А как же измерить коэффициент гармоник ушей? К ушам или к мозгу селективный вольтметр подключить нельзя. Или можно? Можно. И мы это сделаем. Уши. Сейчас мы поковыряемся в ушах и поищем, где там нелинейные узлы. Эх, сейчас вы будете знать об ушах больше, чем врач от ларинголог. Вот разрез уха. Ой. Тут черт ногу сломит. Сделаем проще. Будем рисовать схематически. С наружным ухом все ясно. Раковина – слуховый канал. Тут нелинейность теоретически есть, такая же, как в рупоре, но ею точно можно пренебречь. Она микроскопическая. Дальше гораздо интереснее. Среднее ухо. На границе наружного и среднего уха расположена барабанная перепонка – мембрана тимпании. Она имеет овальную форму размером около 10 мм и неоднородную структуру. Самое интересное для нас. Часть барабанной перепонки находится почти в ненатянутом состоянии. Это перепонка шарапнеля . Внимание. Натяжение большей части поверхности барабанной перепонки может изменяться в зависимости от громкости звука. Чуть позже мы рассмотрим подробнее, как это работает. Колебания барабанной перепонки нужно передать на преобразователя механических колебаний в нервные импульсы. Для этого у нас есть улитка . Вход улитки – это окно преддверия . В которое вставлено основание стремени . Самой маленькой кости в нашем организме . Стопес. Этот узел представляет собой своеобразный поршенек. Он тоже овальный. Его размер около 2-3 мм. Это означает, что соотношение площадей барабанной перепонки и основания стремени около 20. То есть передавать колебания нужно через трансформатор с коэффициентом трансформации 20. Таким трансформатором работает своеобразный рычажный механизм еще из двух костей – молоточка и наковальни . Каждая из которых подвешена на двух связках, и они соединены между собой и стременем с помощью гибких суставов. Вернее, это не совсем суставы, а гибкие фиброзные связки . Нетрудно сообразить, что в этой конструкции полно нелинейных элементов. Что ни связка, то сплошная неоднородность. Конечно же, на больших амплитудах колебаний эта конструкция будет явно нелинейной, и с этим нужно что-то делать. Не беспокойтесь. Братцы-архангелы все продумали. Тут еще и эволюция грянула. В общем, в этой конструкции есть целых две петли автоматической регулировки коэффициента передачи между мембраной и улиткой. Молоточек подтягивается мышцей, мускулюс тензор тимпании, а стремя тормозится самой маленькой мышцей в организме длиной всего 1 мм . Постоянное время срабатывания этих петель около 10-20 миллисекунд, а на отпускание значительно больше – от секунд до минут. Это означает, что на быстрое увеличение громкости, например, выстрел, система среагирует с запозданием, но эти две мышцы сократятся так сильно, что вы какое-то время будете плохо слышать. То же самое происходит, например, когда вы долго слушаете громкую музыку, особенно в затычках. После этого какое-то время вы будете тугоухим. Есть некоторые заболевания или отравления, которые нарушают работу этой системы. Или мышцы перестают работать при разнообразных воспалениях, или нарушается проводимость нервных волокон, иннервирующих тензор тимпании и мускулюс стопедиус. Тогда наступает звукобоязнь, так называемая гиперакузия, когда даже обычная речь кажется слишком громкой. Погружаемся в ухо глубже. Вот эта странная завитушка очень интересна. Это улитка и вестибулярный лабиринт. Куклея и лабиринтус вестибулярис. С помощью лабиринта мы ориентируемся в пространстве. Можем определить, где вверх, где низ и в какую сторону летим. Он нас сегодня не интересует, но принцип его работы практически одинаковый с принципом работы улитки. Улитка преобразует колебания основания стремени в электрические потенциалы, которые передаются в мозг. Сегодня мы туда не полезем. Но зато улитку мы рассмотрим подробно. Эта завитушка не такая простая, как кажется на первый взгляд. До сих пор в ней полно нераскрытых загадок. Лишь в середине девятнадцатого века стало кое-что проясняться в строении и физиологии улитки. В 1851 году итальянский гистолог Альфонзо Джакомо Гаспаре Корти довольно подробно описал строение части улитки, которая преобразует колебания базилярной и текториальной мембран в нервные импульсы. Позже эту часть улитки назвали кортиевым органом. Однако первую теорию того, как улитка различает частоты и амплитуды колебаний, описал, кто бы вы думали? Нет, не Эйнштейн. Кто у нас самый знаменитый акустик? Конечно же, это завсегдатый моих фильмов Герман фон Гельмгольц. Настоящий гений, врач, физиолог, химик, физик, математик и философ. Ему также принадлежит и резонансная теория слуха. Она до сих пор не потеряла актуальность, несмотря на то, что есть и современная волновая теория Дьорде фон Бекеши. Бекеши, кстати, за нее в 1961 году получил Нобелевскую премию. Возвращаемся в улитку. Она представляет собой свернутую в два с половиной оборота трубку длиной около трех сантиметров. В поперечном сечении она имеет вот такой непростой вид. Для наглядности мы ее размотаем. Она имеет три канала. Вестибулярная лестница – скала вестибулей, барабанная лестница – скала тимпания и улитковый проток . Вестибулярная и барабанная лестницы соединяются в конце улитки через отверстие. Оно называется геликотрима. Эти две лестницы заполнены перелимфой, а улитковый проток заполнен эндолимфой. Перелимфа по своему составу близка к спинномозговой жидкости. Она содержит ионы натрия в концентрации 140 ммол на литр. А эндолимфа по своему составу близка к внутриклеточной жидкости и содержит в основном ионы калия и кальция в концентрации 155 ммол на литр. Вход улитки – это овальное окно, куда вставлен наш поршенек – основание стремени. А на другом конце канала с эндолимфой расположено круглое окно – фенестра коклея ротунда, которое закрыто вторичной барабанной мембраной – мембрана тимпани-секундария. Мембраны, разделяющие каналы улитки – рейснерова мембрана и базилярная мембрана – могут колебаться. А ты там не увлекся? Дуктус коклерис. Друзья, осталось совсем немножко напрячь извилины, и все станет понятно. Теперь взглянем на поперечный разрез каналов улитки. Увеличим корсиев орган. Вот они – клетки, которые преобразуют механические колебания в нервные импульсы. Это волосковые клетки. Волоски стереоцилии чувствительны к прикосновению текториальной мембраны. Вернее, текториальная мембрана помимо колебаний совершает еще скольжение по стереоцилиям. От ее прикосновения у стереоцилии открываются ионные каналы для катионов калия и кальция. В результате возникает электрический потенциал, который по афферентному нервному волокну передается в мозг. В свою очередь от мозга к клетке подходит эфферентный канал, по которому к клетке передается тормозящий импульс. В результате получается, что почти каждая волосковая клетка охвачена обратной связью. Количество волосковых клеток в улитке около 15-20 тысяч, а нервных волокон – около 35 тысяч. Количество стереоцилий на одной волосковой клетке от 30 до 60. Однако следует отметить, что помимо стереоцилий у каждой волосковой клетки есть одна киноцилия. У клеток, которые расположены в вестибулярном лабиринте, она самая длинная и толстая, а у тех, что в корсе в его органе, она редуцирована. Такая конструкция пока не совсем ясна. Во всяком случае, мне. Вот как выглядят реальные волосковые клетки под сканирующим электронным микроскопом. Это вид на базилярную мембрану сверху. Вот они выстроились в ряды буковками В. Один ряд внутренних и три ряда внешних волосковых клеток. Теперь у нас начинает выстраиваться картина того, как происходит преобразование звуковых колебаний в нервное возбуждение. Если, например, взять одну волосковую клетку, то теоретически она может выдать максимум 60 градаций возбуждения. То есть получается шестидесятиричный цифровой сигнал. В результате обратной связи диапазон, я предполагаю, можно сдвигать, но убрать дискретность нельзя. И действительно, в результате исследования слуха на экспериментах выяснилось, что при плавном увеличении громкости звука человек воспринимает скачкообразное изменение громкости по 0,35 дБ на частоте 1000 Гц, по 0,6 дБ на 100 Гц и по 0,4 дБ на 8000 Гц. Зритель меня может поправить насчет единиц измерения громкости. Да, это соны, фоны и для частоты мелы. Об единицах ощущений я расскажу в другой раз. Вот так выглядит частотная зависимость порога заметности относительного изменения тона. Что же у нас получается? Между порогом слышимости и болевым порогом человек различает всего несколько сотен элементарных скачков ощущения громкости. Причем на разных частотах это количество разное. Вам это ни на что не намекает? Получается, что глубина дискретизации нашего родного природного слуха всего 8 бит? Офигеть. Мы тут стараемся создаем аппаратуру с глубиной дискретизации 16, 24 и даже 32 бита, то есть более 4 миллиардов градаций, а мы, цари природы, можем различить только 300. И это с учетом трехуровневой автоматической регулировки коэффициента передачи слухового тракта. То ли еще будет. Мы сейчас рассмотрим, как мы различаем частоты. Так схематически выглядит базилярная мембрана в размотанном виде. По теории Гельмгольца эта конструкция представляет собой нечто вроде арфы с множеством струн. Широкий конец базилярной мембраны расположен у входа улитки, то есть у основания стремечка, а узкий – в вершине улитки, то есть у геликотримы. Так как в кортиевом органе волосковые клетки расположены в четыре ряда, то получается, что в идеальном случае мы бы могли различать около 3500 тонн. Вроде неплохо, но дело обстоит немножко похуже. Экспериментально Гельмгольц обнаружил всего около 140 условных резонансов базилярной мембраны. Условных, потому что позже Бекиши обнаружил несколько иной механизм восприятия высоты тона. Или нам понятнее частоты. По теории Диорде Бекиши на базилярной мембране образуется не стоячая волна, как предполагал Гельмгольц, а бегущая, быстро затухающая волна. Низкочастотные колебания возбуждают импульсы в кортиевом органе ближе к началу базилярной мембраны, высокочастотные – ближе к концу. Правда нужно сделать оговорку, что Бекиши обнаружил бегущие волны на частотах до 1600 Гц. На частотах выше пока происходят загадки. Я предполагаю, что тут могут работать оба механизма, как теория резонансов, так и теория бегущей волны. Разрешающая способность слуха по частоте на самом деле очень небольшая. Исследования Харви Флетчера показали, что полоса пропускания наших частотных анализаторов составляет на 300 Гц около 50 Гц и, естественно, расширяется к высокочастотному концу диапазона. На 3000 Гц она уже составляет 150 Гц. Эти полосы Флетчер назвал критическими полосками слуха. Примерно такое же исследование в шестидесятых годах проводил Эберхард Цвикер. По его данным эти полосы примерно в два раза шире. То есть ситуация с нашим слухом еще более печальная. Все же, давайте обобщим данные этих исследований. Какую же минимальную разницу частоты может заметить слух человека? Число градаций частоты, которые человек может запомнить – повторяю, запомнить – 100-150. Даже самые крутые музыканты. Соседние градации отличаются по частоте примерно на 4%. Но моментально, путем косвенного сравнения, человек в состоянии различить изменение частоты на 0,3%. Это уже совсем другое дело. А по биениям человек различает частоты с точностью до единиц герца. Но это уже чуть-чуть другой механизм. Кстати, из этого следует, что абсолютный музыкальный слух, чтобы он работал, требует калибровки. Спросонья не получится определить до диез первой октавы. А теперь, друзья, у нас есть знания, чтобы мы смогли определить те звуки, которые не существуют в воздухе, но образуются в нашем ухе. Подключаться к слуховым нервам мы не будем. Такие попытки были даже относительно успешные, но мы обойдемся. Сейчас вы сами услышите звуки, которых нет. Обнаруживать гармоники, которые возникают в наших ушах, мы будем методом биений. Для этого нам будет необходима следующая аппаратура. Но это громко сказано. Все это у большинства из вас уже есть. Итак, нам понадобится стереоусилитель и две акустические системы с коэффициентом гармоник на частоте 1000 Гц меньше 1% при уровне звукового давления на расстоянии 1 метр около 100 дБ. Короче, большинство бытовых колонок подойдет. Если коэффициент гармоник будет хуже, то трудно будет отличить звуки, которые образовались в ушах от гармоник, образовавшихся в акустической системе. Наушники для этого опыта не годятся. Суть эксперимента. Я включу чистый тон, то есть без гармоник, в левом канале вашей стереосистемы. Для начала громкость сделайте побольше. Я скажу когда. Для того, чтобы обнаружить гармоники, образовавшиеся в ушах, в правом канале я включу вспомогательный тон – 2005 Гц для обнаружения второй гармоники, а потом – 3005 Гц для обнаружения третьей. Если гармоники присутствуют, то вы услышите биение частоты 5 Гц. Я продемонстрирую, как это будет звучать на небольшой громкости с искусственной нелинейностью уха. Включаю 1000 Гц в левом канале. Включаю ищущий тон – 2005 Гц. Вы слышите биение частотой 5 Гц. Теперь включаю 3005 Гц. Опять слышно биение. Понятно. Это был не вопрос, а утверждение, потому что сейчас начнется эксперимент. Предупредите соседей, сделайте погромче и сядьте поближе к акустической системе. Включаю 1000 Гц. 2005 Гц. 2005 Гц. Стоп. Можете сейчас отмотать назад и проделать этот же эксперимент на других громкостях. И найдите такую громкость, при которой вы не слышите биение или они очень маленькие. Это будет та громкость, на которой вы сможете качественно оценивать любые фонограммы на слух. Вот примерно так будет выглядеть зависимость уровня интенсивности восприятия разных гармоник от уровня звукового давления. Обратите внимание, что уже на громкости 70 дБ у большинства из нас коэффициент гармоник слуха целых 10%. Ну ладно, друзья, не все так плохо. У нашего слуха есть мощная нейросеть в виде естественного интеллекта, который воссоздает нам аналоговое ощущение звуков. Мы научились обманывать себя. Все же на всякий интеллект найдется свой мозг с винтом, и тогда вы услышите такое… Мозг с винтом? Разве такое возможно? Еще как! Переходите по ссылке в описании на канал «Чуть-чуть о науке» и убедитесь в этом сами. Да. Переходите. И подписаться не забудьте. На меня тоже. Музыка 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 Музыка